Восемь вечера в Украине. Воскресенье, 29 июля. Материалы корреспондентов подробностей. В студии Александр Простянек. Добрый вечер. Сегодня в выпуске. Украинско-американский Ан. Антонов начнет выпускать самолеты из комплектующих Боинга. Когда первые поставки? Без урожая и дорог. В Черкасской области люди уже неделю не могут отойти от небывалого наводнения. Будет ли помощь? Надругательство, как забава. В Ужгороде вандалы устроили погром на кладбище. Кому не угодили надгробья? Конец перемирия. Израиль и Хамас снова обмениваются ударами. Чем это может закончиться? И тайное станет явным. Четыре года назад пассажирский Боинг растворился в воздухе. Что узнали эксперты о самом загадочном происшествии. Прицельно, но без тяжелых орудий. Боевики на Донбассе сегодня открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С утра уже три обстрела в районах Крымского и Лебединского. Неспокойно и в Авдеевской промзоне. Там побывал наш военкор Игорь Левенок. Ну, прятаться все временно. Чтобы не успевать, а чтобы быть спрятаны. Передовая в районе Авдеевки. Наши военные говорят, перемирие здесь такое, что из укрытия лучше не показываться. Даже днем. Боевики донимают и стрелкового оружия, и гранатометов. Гранаты с помощью всяких приспособств тоже закидывают. Они пытаются больше сейчас в последнее время на психику давить. А дымовыми шашками между этой позицией и зеленкой закидывали два-три дня назад. А зачем это? Понятия не имею. Может своих вытаскивали? Не знаю, но мы начали вести огонь, простреливать, потому что бог его знает, что может быть. Могут затянуть всякими взрывчатыми веществами, могут каких-то менять позиций. Может какой-то снайпер зайти в какую-то лежку. Поэтому мы начали простреливать зеленку стрелковым оружием, чтобы предотвратить эти действия. Бойцы в окопах у пулеметов круглосуточно. Говорят, логики обстрелов у противника нет. В основном наемники открывают огонь ночью. Но и днем не стоит расслабляться. Время от времени слышны разрывы. Боевики бьют из танковых гранатометов. По словам военных, это коварное оружие. Он далеко стоит, он тихо стреляет. Тем более днем выхода не слышно, потому что шум. Начинает. Когда с шести, когда с по восьмого, с семи. Вечером, утро? Вечером. Ну, утром пролетает. Ночью. То есть, постоянного времени нет. Но армейцы уверяют, у них за плечами боевой опыт и обеспечение вооруженных сил. Теперь у каждого бойца на позиции есть тревожный рюкзак. В нем запас воды и еды. А также медикаменты и боеприпасы. Военные объясняют, это все для обороны или наступления. Если поступит какая-то команда переместиться, отходит или идти в наступ, он этот рюкзак подняет на себя. И с сухим пайком, с водой потной и боеприпасами выполняет заведение в подальшем. Из Донецкой области Игорь Левинок, Дмитрий Раскольников, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. Наши саперы на Донбассе обезвредили 50 вражеских мин. Как сообщает в штабе Операции Объединенных Сил, их обнаружили возле позиции одной из наших бригад. Это ПМН-2, противопехотные мины, запрещенные международными конвенциями. При взрыве такие боеприпасы наносят серьезные увечья ног. Все они 1987 года изготовления в украинской армии не используются и были завезены из России. Компания Boeing поможет украинскому предприятию Антонов о производстве авиатехники. Соглашение о сотрудничестве стороны подписали во время авиасалона Фарнбора. Уже в следующем году американский гигант начнет поставлять в Украину комплектующие для строительства самолетов. Таким образом, Антонов сможет выпускать до 8 лайнеров в год. В нелегком положении предприятие оказалось в 2014 году. С началом войны на востоке Украины Антонову пришлось отказаться от использования российских деталей. ДТП с летальным исходом во Львовской области. Фиат выехал на встречную полосу, столкнулся с микроавтобусом и сбил велосипедистку. Женщина умерла на месте. Другие участники происшествия не пострадали. Местные журналисты сообщают, что виновник аварии – это депутат Сокальского городского совета Василий Петрушко. Мужчина в момент ДТП был пьян. Экспертиза показала полтора промилле. Десятки отдыхающих оказались отрезаны от большой земли на косе Обиточная в Запорожской области. В результате ливня и шторма там размыло единственную дорогу. Автомобили застряли в песке. Спасатели и местные лесники при помощи спецтехники и тракторов вытащили 36 машин из района подтопления. Около 90 туристов смогли безопасно покинуть места дикого отдыха на Азовском побережье. Никто не пострадал. А в селе Сумки Черкасской области до сих пор не оправились от того, что натворил ливень еще неделю назад. Вода начала отступать лишь сейчас. Урожай уже сгнил, а от единственной дороги остались только ямы. Наши корреспонденты продолжат. О, смотрите, насколько оно весело. 10, 20, где-то так оно. Грязи на огородах жителей Сунок сейчас больше, чем овощей. Несколько дней назад в селе прошел сильный ливень. Во дворах и на грядках до сих пор стоит вода. Таких потоков местные жители еще не видели. Вода уносила камни с дороги, домашнюю птицу и ульи. А вот эти полутораметровые ямы, из которых торчат камни и корни деревьев, все, что осталось от местной дороги. Единственная, которая вела из села к магазинам, больнице и трассе. Несколько дней люди могли разве что вплавь выбраться из Сунок. Четыре дня сидели без хлеба. Сейчас немного подсохло. Местный бюджет, а это всего около двух миллионов гривен. Ремонт дороги не потянет, говорит сельский голова. Будут просить помощи у района. Сами готовы найти технику. Потому что есть и на метр, и на полтора глубины этих ям. Подобное уже случалось и в соседних селах. Из-за особенности рельефа под угрозой подтопления около 10 населенных пунктов, говорят чиновники, предотвратить можно, если сделать дренажные каналы и насыпи на полях. Те поля, которые подходят к населенных пунктам, к хатам, чтобы они сделали водоотвиженные каналы, насыпи, у нас, как всегда, пока не клюнет, и до тех пор люди очень вяло реагируют на все. Найти деньги и технику на ремонт дороги районные чиновники обещают в течение нескольких дней. Данил Снисор, Владимир Коваленко, Михаил Горовой. Подробности телеканал Интер Черкасская область. На взятки в 6 тысяч долларов попался прокурор Жмеринской местной прокуратуры Винницкой области. Такую сумму он требовал у фигуранта уголовного дела за переквалификацию обвинения на менее тяжкое. Взяточника задержали при получении денег. Полиция открыла уголовное производство. Вандализм в Ужгороде. Осквернены около 20 могил на кладбище Кальвария в центре города. Там в последние годы хоронят только воинов и руководителей высшего ранга. Разбитые надгробья обнаружил местный житель, который пришел проведать могилы родственников. Он и вызвал полицию. Мужчина подозревает, что разбить памятники могли подростки, которые развлекаются на кладбище. По его словам, они употребляют спиртное и наркотики. А вот в полиции с выводами не спешат. Говорят, еще устанавливают, были это люди, либо же надгробья разрушились сами от старости. Плита, видите, даже арматурой прикреплена. Ее даже не поднято. Мы двое пытались поставить, не смогли. Хрест повален, тоже тут арматурой прикреплена. Разбита плита в двух местах. Это только наша одна могила. То есть полностью разбита. Збитки ориентированы на 30 тысяч гривен у нас. Авиакатастрофа в Швейцарии. Самолет врезался в вершину ледника. Погибли 4 человека. Авария произошла в Альпийских горах на высоте почти 3,5 тысячи метров. Самолет был четырехместный. Он совершал прогулочный полет. Обстоятельства аварии и имена жертв пока неизвестны. На месте работают спасатели. Три человека погибли. Как минимум семеро ранены. В результате перестрелки в США в городе Новый Орлеан, штат Луизиана, двое неизвестных открыли огонь по толпе. По сведениям полиции, они подошли к пострадавшим сзади и начали беспорядочно стрелять. Двое мужчин и женщина скончались на месте. Семерых раненых отвезли в районные больницы. Один человек в критическом состоянии. Мэр города заявил, что власть сделает все возможное, чтобы наказать виновных. И недели не продержалось перемирие между Хамасом и Израилем. На границе перестрелки у израильтян есть раненые, у палестинцев убитые. Обе стороны наращивают силы и готовятся к войне. Звучат грозные заявления. Какие? Расскажет Сергей Услендер. Перемирие совершенно очевидно сорвано. Со стороны газа одна за другой попытки прорыва. Во время отражения одной из них снайперским выстрелом тяжело ранен израильский офицер. Ответным огнем танков и артиллерии убиты несколько боевиков. Военные полагают, что офицера ранил тот же снайпер, который убил солдата несколько дней назад. На него объявили охоту. Антиснайперское подразделение переброшено на границу. Боевики снова обстреливают территорию Израиля ракетами и минометными снарядами. Границы с газой подтянуты артиллерийские батареи, танковые и пехотные батальоны. Мы находимся в разгаре битвы. Происходит обмен ударами. И я могу сказать вам, что армия подготовлена к каждому сценарию. Я очень впечатлен тем, что здесь увидел. И знаю, что, как и я, все граждане Израиля верят в армию и поддерживают ее. Но настроение в израильском обществе меняется. Если в начале обострения большинство граждан поддерживало действия правительства и армии, то сейчас люди приуныли. И очевидных успехов армия не демонстрирует. Продолжаются обстрелы и поджоги полей и лесов с помощью воздушных шаров. Люди хотят или реальных действий, или прекращения эскалации. Большинство израильсан считает, что операция не достигла своих результатов. По их мнению, нужно было войти с силами наземными. И насколько возможно разгромить то ли правительство Хамаса, то ли террор, то ли самих палестинцев. Понятное дело, что это невыполнимо. И в данном случае глава правительства вел себя, насколько можно судить, довольно взвешенно. Впрочем, учитывая растущие потери среди военных, от взвешенности скоро может не остаться и следа. Ситуация все время балансирует на грани большой войны, которой не хотят обе стороны. Сегодня ночью в секторе газа прогремел сильный взрыв. Погибли два боевика Хамас. Палестинцы обвинили в их смерти Израиль, но прислужба армии утверждает, что военные не имеют к этому отношения. В том районе не было ни обстрелов, ни бомбардировок, а имело место так называемая производственная авария. Боевики готовили взрывное устройство. Сергей Ауслендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. В Эгейском море затонула надувная лодка. На борту находились 16 человек. Все граждане Турции. Спасти удалось только девятерых из них. Шесть человек погибли, один пропал без вести. К спасательным работам привлечен вертолет. По данным турецких СМИ, пассажиры были членами движения Фетхуллаха Гюлена. Его обвиняют в попытке государственного переворота. Они пытались сбежать на греческий остров Лесбос. Более 1200 беженцев спасли у берегов Испании. В пятницу около 900 человек и на следующий день еще 300. Глава МВД страны поблагодарил сотрудников морской полиции за работу, а также объявил об открытии лагеря для мигрантов в южном портовом городе Аль-Хесиросе. На протяжении последних недель в Испанию по морю прибывает все больше мигрантов. Международная организация по миграции назвала эту страну новой основной европейской целью беженцев. Коллапс в аэропорту Мюнхена. Там отменили около 330 рейсов. Более 700 пассажиров были вынуждены ночевать в аэропорту. Причина – женщина, которая прошла в зону безопасности второго терминала без необходимого для этого контроля. В результате терминал пришлось закрыть. Из-за происшествия 32 тысячи пассажиров не вылетели вовремя. Полиция сообщает, что женщину задержали. Ожидает ли ее какое-то наказание, пока неизвестно. Самая большая загадка в истории авиации. Уже завтра эксперты приоткроют завесу тайны исчезновения рейса MH370. Отчет о поиске предоставит малайзийское правительство. Самолет, следующий из Малайзии в Китае, просто растворился в воздухе 4 года назад. Бесследно пропали 239 человек. Светлана Чернецкая расскажет подробности этой загадочной истории. Его искали в воздухе, на земле и в воде. Самолет, выполнявший рейс MH370, пропал с радаров через час после вылета из Куала-Лумпура. Уже позже стало известно, что он сделал незапланированный крутой поворот на юг, в сторону Индийского океана. Там и сосредоточили поисковые операции. Это очень напряженная миссия, потому что летать нам приходится на довольно низкой высоте. Также мы должны быть предельно внимательны. Очень много времени уходит на визуальное изучение окружения. Четыре года спустя вопросов все так же больше, чем ответов. До сих пор неясно, упал самолет из-за технической неисправности или же пилот намеренно его разбил. Раскрыть тайну рейса MH370 помогли бы обломки судна. И несколько деталей нашли на пляжах Мозамбика, Мадагаскара и острова Реюньон. Но их слишком мало, чтобы делать какие-либо выводы. Местные жители даже создавали поисковые патрули, чтобы отыскать возможные улики. Если мы находим что-то подозрительное, тут же сообщаем местным властям. Приезжает кто-то из чиновников, и они уже решают вызывать полицию, жандармов или военно-морские силы. Мы же продолжаем изучать пляж шаг за шагом. За 4 года власти несколько раз официально сворачивали поисковую операцию. Это слишком затратно. Уже ушло 150 миллионов долларов. К тому же, по большей части, безрезультатно. Самолет словно растворился в воздухе. Но несколько раз поиски возобновляли. Под давлением родственников пропавших без вести на борту находились 239 человек. Я долгое время верил, они еще живы. Несмотря на то, что нам постоянно говорили, они мертвы, они упали в океан. Но я до сих пор не знаю, что же произошло на самом деле. И даже скорбить по ним не могу. В прессе гуляет сразу несколько безумных теорий заговора относительно пропавшего самолета. Одна из них, Боинг, захватили террористы. Или же его сбили случайно во время совместных учений США и Таиланда, проходивших в тот день. Это действительно самая большая загадка в истории. И я думаю, что она скоро будет разгадана. Вопрос только, когда именно. На данный момент поиски пропавшего рейса закончены. Малайзия, Китай и Австралия заявили, никаких новых операций не планируется. Разве что найдутся новые улики, указывающие на местонахождение лайнера. Уже завтра, возможно, приоткроется тайна самого загадочного происшествия в истории авиации. Малайзия обещает подробный отчет со всеми установленными фактами этой истории. В нем будут отчеты по поискам, анализы найденных обломков и выводы расследователей. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности телеканал Интер. Шестивальное землетрясение в Индонезии. На курортном острове Ламбок погибли 14 человек. Всего было зафиксировано более 60 подземных толчков. Разрушены тысячи домов. Количество пострадавших достигает двух сотен. Власти ожидают, что эта цифра будет расти, так как поисковая операция все еще продолжается. Муссонные дожди в Индии вызвали масштабное наводнение. Жертвами стихии уже стали не менее 60 человек. Десятки пострадали. Затоплены сотни домов, размыты дороги, повреждены линии электропередач. Поезда ходят с перебоями. Некоторые селения отрезаны от городов. По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся еще несколько дней, но уже с меньшей интенсивностью. В Италии из-за бомбы эвакуировали более 11 тысяч человек. Вывезли всех в радиусе двух километров от вокзала города Терни. Именно там обнаружили американский снаряд времен Второй мировой. Он весит 226 килограммов и содержит 13 килограммов тротива. Саперы планируют вывезти бомбу в карьер, где она будет взорвана. 34 художника из разных стран мира присоединились к акции «Искусство и милосердие», организованной Международным благотворительным фондом Александра Фельдмана. На пленэре художники создали уникальную акварель длиной 7 метров. Средства от ее продажи пойдут в помощь детям и на спасение животных. Акция «Искусство и милосердие» стартовала в мае. От продажи коллекционных картин, которые фонд Александра Фельдмана собирал более 30 лет, благотворители выросли уже свыше 3 миллионов гривен. Все средства пойдут на благое дело. Деньги направляются на детские благотворительные программы, на поддержку реабилитационных центров и также на реабилитационный центр по спасению рейн-продукции и выпуска природы животных. Присоединиться к нашей акции могут абсолютно все желающие, неважно от их материального состояния. Картины можно купить в складчину, можно купить часть картины, а деньги направить туда, куда сам человек жертвующий какую-то сумму пожелает. Акцию «Искусство и милосердие» поддержали художники из 34 стран, участники первой международной открытой выставки акварельной живописи. Они передали 4 работы, их продадут на аукционе. А в Фельдман-экопарке в поддержку акции провели мастер-класс по акварели. Если бы вы присутствовали на мастер-классе и просто со стороны посмотрели на этих участников, которые в это время учились, как это делать, вы посмотрели просто их глаза. Для этого не нужно было ничего больше говорить. Просто они были полностью в этом процессе и жили. И, пожалуй, даже не видели окружающий мир в этот момент. Они были все погружены в свою работу. Вдохновившись увиденным в Фельдман-экопарке, художники решили написать общее полотно длиной 7 метров. Техника – акварель. У каждого свой эскиз. В течение нескольких часов 12 мастеров тщательно выписывали детали. И вот оно, готовое произведение. На картине узнаваемые очертания Фельдман-экопарка и его питомцы – тигры, обезьяны. Готовую 7-метровую акварель художники передали благотворительному фонду Александра Фельдмана. Сейчас искусство милосердия продолжается в онлайн-режиме. Все желающие могут выбрать и купить понравившееся полотно на сайте Фельдман-экопарка. Организаторы отмечают. Главное в их акции – объединиться и делать добро. Ведь искусство спасает не просто красивая фраза, а уже проверенные благотворительными алгоритмами. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности, телеканал «Интер». Более полутысячи заявок, полгода подготовки и отборов. И только один победитель. В эти минуты решается, кто станет обладателем гран-при всеукраинского благотворительного конкурса «Черноморские игры-2018». Из Скадовска. Репортаж наших корреспондентов. Сегодня последний и решающий день «Черноморских игр-2018». Аппаратура настроена. Артисты нервничают у сцены, зрители занимают места и час обеда. Многие приехали в Скадовск именно на детский фестиваль. В прошлом году после четырехлетнего перерыва «Черноморские игры» решили возродить. И теперь это уже 16-й фестиваль. Его основатель Николай Баграев говорит, такое событие для Украины важно, особенно для юных исполнителей. В отличие от многих других, этот конкурс бесплатный для участников. Попасть сюда мечтают многие, а отбор серьезный. В этом году организаторы получили рекордное количество заявок – 563. Отобрали 50 участников. Они несколько месяцев готовили песни, но главная борьба развернулась на побережье в Скадовске. В течение трех дней жюри оценивало коллективные и сольные выступления в разных возрастных группах. Всего семь номинаций. Победители в каждой из них прямо в эти минуты борются за гран-при. Конкурсанты мои, учасники, были очень сильные. Жюри очень профессионально. Я научу, что на такие высокие балы мне поставят. Чорноморские игры, я про них узнався в том году. И в том году я уже помню, я уже маме говорила, мам, давай, наступного года я попробую, возможно, пройду в второй тур. И вышло, что пришел сюда и беру первое место. Фестиваль однозначно получился. Результат один. Супер талантливые дети. Они были все сильные, талантливые. И победили, безусловно, сильнейшие. Сегодня будет определен гран-при. Но я уже хочу сказать, что они сегодня уже победили сами себя. Фестиваль черноморские игры не только популяризует украинскую музыку. Это событие уже давно стало своеобразной визитной карточкой для всего Херсонского региона. Способствует развитию туризма и привлечению инвестиций. Конкурс еще не завершен, а организаторы уже строят планы на следующий год. Но точно известно одно. Черноморским играм 2019 быть. Марина Михайловская, Алексей Уманский. Подробности, телеканал Интер, Херсонская область. Возможно, совсем скоро они станут знаменитыми на весь мир. Семейная пара из Запорожья. Елена и Алексей Ткаченко уже покорили сердца украинцев своими танцами. Что необычного в их номерах, расскажут мои коллеги. Это кадры недавнего выступления в Одессе. Алексей и Елена покорили публику сцены из фильма Чарли Чаплина, Огни Большого Города, когда бродяга встречает слепую торговку цветами. Но поразила зрителей ни техника исполнения. Елена не видит ни зрителей, ни пилона. Я, честно, когда пришла на первую пробную тренировку, я переживала, что испугаются того, что я не вижу. И просто нам откажут. Они не возьмутся за нас. В эту запорожскую студию танцев на пилоне Елена с мужем пришли осенью прошлого года. Сначала попробовала сама. Потом присоединился и супруг. Здесь в них поверили. Когда я видела, как она цепляется, очень цепко к этому относится. И у нее такой восторг от этого появляется, потому что она это сделала, она это смогла. Я стала подальше от нее отходить. Она не знала, что я не стою сзади. И она все налегке исполняла. У Алексея тоже проблемы со зрением. Но это только помогает им по-особенному чувствовать в танце и друг друга, и пилон, говорит Елена. Вот есть квест с закрытыми глазами, а я себе представляю, что я попала в свой КВС личный. Или как будто я создаю свое кино. Потому что у каждого человека это свой фильм. И мы режиссеры, и главные актеры этого фильма. Супруги признаются, свои 40 настолько увлеклись танцами на пилоне, что на тренировки приходят каждый день. И даже в квартире установили шест. История любви на сцене не просто танец. Этот номер, говорит руководитель студии, Елене и Алексею поставили неспроста и не прогадали. В принципе, они рассказывали свою историю только в костюмах Чарли Чаплина и слепой девушки-цветочницы. Своя история любви. Леша прирожденный актер, ленщик, она очень чувствительная, она очень... Ну, она естественна в своем образе. Любовь творит чудеса, на самом деле. Так что... Любите друг друга. Уважайте. Паплана занимается полдэнсом еще круче вдвойне. Первое в жизни Елены и Алексея выступление на публике тронуло не только украинцев. Супругов уже пригласили на международный фестиваль полдэнса в Бразилии, где будут выступать и участники с особыми потребностями этой осенью. Лариса Зубенко, Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности. Телеканал Интер. Запорожье. Каким будут дома на Марсе? Чем порадовал Пол Маккартни своих поклонников? И где можно выпить коктейль из ледяной посуды, сидя на ледяном же стуле? Об этом и не только. В нашем обзоре. Более трехсот заключенных взломали тюремную банковскую систему и перевели на свои счета почти 225 тысяч долларов. Инцидент произошел в штате Айдаха. Именно в этой тюрьме отбывающих срок обеспечивают планшетами за хорошее поведение, с помощью которых они имеют возможность скачать музыку, книги и вести онлайн-переписку. Как именно мошенникам удалось взломать систему, сейчас выясняет полиция. НАСА определило финалистов конкурса по разработке жилых комплексов на Марсе. Жюри отобрало пять команд, которые предложили собирать материалы для домов уже на Красной планете, а дополнительные модули напечатать с помощью 3D-принтера. Изобретатели утверждают, что такая технология позволит увеличивать площадь здания при увеличении количества жильцов. Жители Австралии донимают кенгуру. Прыгуны забираются на огороды и в сады и наносят серьезный вред урожаю. За последние годы численность этих млекопитающих увеличилась и продолжает расти. Однако власти пока не спешат контролировать их популяцию. Более тысячи человек приняли участие в ежегодном забеге на лыжный склон в Берлине. В марафоне участвовали не только жители Германии. Желающие приехали из Америки, Бразилии и Японии. Несмотря на крутой подъем, 400 метровку с удовольствием пробежали как молодые, так и люди пожилого возраста. А еще в Берлине всем желающим предлагают посетить бар изо льда. Температура внутри заведения постоянно минус 10 градусов по Цельсию, что не позволяет ледяным стенам и посуде таять. В таком заведении можно заказать охлаждающие напитки и посидеть на ледяных стульях. Американский актер Арнольд Шварценеггер снялся в передаче, в которой продемонстрировал мощь собственного танка. М47 именно этой моделью бронемашины управлял актер во время службы в австрийской армии. На видео Шварценеггер с легкостью уничтожает 9-метровый лимузин и шутит. Предпочел бы ездить на нем, нежели на обычных легковых автомобилях. Гоночный автомобиль во время заездов врезался в судейский пост. Водитель Ламборгини не смог обогнать соперника. После столкновения гонку приостановили, водителя и еще одного пострадавшего госпитализировали. Медики отмечают, полученные ими травмы не опасны для жизни. Пол Маккартни решил порадовать поклонников и устроил секретный концерт. О начале перформанса объявили всего за несколько часов до события в местном клубе в Ливерпуле. Билетов было всего две сотни, их раскупили в считанные минуты. А первым счастливчикам удалось попасть на концерт совершенно бесплатно. За час выступления музыкант исполнил 27 песен, среди которых были и легендарные композиции Битлз. Как будут развиваться события, следите на нашем сайте. Подробности вее на сегодня все. Приятного вам вечера и до встречи завтра в 8. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова